В табор на окраине района многоэтажек нападающие пришли около полуночи, в ночь на воскресенье. Ромы сами сразу же вызвали полицию. Но до прибытия экипажей 24-летний житель табора уже был тяжело ранен. Он умер в больнице. Туда же повезли ещё четырёх пострадавших. Двух молодых людей, женщину и десятилетнего ребёнка с многочисленными ранениями ноги. В самом тяжёлом состоянии брат погибшего. Вчера доставлен пациент 19-ти роков с колотурезными ранами грудной клетки и правого плеча. Хор был обстеженный, проупорованный. Сейчас на данный час хори пребывают в критичном отделении в палате. Загальний стан хорого важкий, стабильный хорий с ведомостью. Семерых подозреваемых полицейские задержали сразу же. Всем 16-17 лет. Школьники. Задержан и 20-летний предполагаемый организатор нападения. Уже в понедельник список подозреваемых увеличился до 11-ти человек. По информации львовского интернет-издания «Захиднет», задержанные называют себя членами неизвестной раньше в городе организации «Трезвая и злая молодёжь». Их странички в соцсетях и ютуб-канал были созданы незадолго до нападения и уже отредактированы или вообще закрыты. Сейчас все задержанные под стражей. Уголовное производство возбудили по тяжёлой статье Уголовного кодекса Украины. Уголовное убийство скояно за попереднюю змову группой людей. Всему затриманным загрожает до 15-ти лет избавления воли или до вечного увязнения. Следователи также изучают вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и нарушение равноправия граждан по признаку расы, национальности или религиозных убеждений. Жителей разгромленного табора, местные власти и полиция переселили под охрану во временное жильё. В больнице пока остаётся один из потерпевших. Тем временем погром во Львове осудил Совет Европы. Европейские партнёры Украины ожидают быстрого и прозрачного расследования. Ведь предыдущее подобное нападение, поджёг в мае ромского табора на окраине Львова, где тоже пострадали люди, до сих пор не расследовано. Ирина Сандуляк, Настоящее время Украина. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...